друзья всем привет сегодняшнее мое видео будет посвящено зебровым амадином самые популярные амадины которых я только знаю на втором месте будут епошки на третьем рисовки итак сегодняшнего видео мы узнаем условия содержания кормления определение пола ну и некоторые там аспекты затронем такие как надо ли купаться как птица выдерживает холод где ее хранить как ее приручить как ее лечить если не дай бог птичка приболеет и так давайте по порядку первое с чего мы должны начать это мы должны знать какие условия содержания условия содержания это значит клетка желательно чтобы клетка была горизонтальная под словом желательно я подразумеваю то что если вы купите какой-нибудь пенальчик маленький но птичке будет там неудобно да надо желательно чтобы вот она ну минимальная хотя бы длина клетки было сантиметров 50 клетка может быть железно деревянно это не принципиально жердочки в клетке желательно тоже вставить деревянные с корой и периодически менять чтобы они там древние не засыхали эти палочки хотя бы раз в месяц меняйте чтобы птицы был контакт с корой как как бы по природе так бы но если уж деваться некуда то пускай у вас останутся там пластиковые жердочки это как бы за неимением ничего пускай будет так так второе чем кормить это самое важное я думаю вода вот вода друзья я прямо подчеркнуть вода должна быть отстойная или с кулера вот ну никак не с крана потому что в некоторых кранах в основном в городах дают воду с большим содержанием хлорки хорка нарушает микрофору кишечника у птицы происходит расстройство пищеварения птица слабнет ну и сами понимаете помирает так вот вода пускай будет отстойная или с кулера в плане зерна вы можете приобрести в ближайшем зоомагазине корм для амадин если там нет для амадин подойдет для волнистых попугаев там будет проса там будет овес немножко семечек она речь на семя но это как бы крайности лучше покупать корм для амадин в состав которого будет входить проса белая красная овсянка пайза канареечное семя магар чумиза и желательно разнотравия если разнотравия в состав корма который будет покупать в магазине не будет входить вы можете где-то отдельно приобрести допустим на стихийных рынках делают эти птицы голуби там бывает выносят разнотравия или сами насобирать в конце лета начале осени разные колосочки птица вам за это скажет большое спасибо значит по питанию по зерновому понятно также можно давать натертую натерку на мелкую терку морковку яблочки можно дольки вставлять в клеточку птица это очень любит можно давать цитрусовые апельсинки тоже полезно птицам из зеленой растительности очень хорошо птицы поедают мокрицу одуванчик подорожник подорожник можно резать мокрицу одуванчик щипят клюют с удовольствием мельчить не обязательно когда появятся малыши да и так можно раз в недельку баловать своих м1 яичком или мучным червем птицы тоже это очень любят но я думаю по питанию достаточно у кого будут дополнительные вопросы можете в комментарии написать я с удовольствием отвечу постараюсь каждому ответить значит третье друзья как определить пол многие птицеводы амадин щеки не понимают где самец где самка различать зебровую амадину очень просто в отличие скажем от японской или от той же рисовки зебровая амадина значит самки как правило всегда однотонные они могут быть цвета шифера цвета кофе с молоком могут также быть чисто белые кофейные и все однотонные самцы же наоборот могут иметь такие же оттенки но быть при этом ярко окрашенная грудь как бы тельняшка или и при этом же еще у них круглые оранжевые вы не ошибетесь если увидите круглые оранжевые щечки и полосатая грудка это будет зебровый самец а самочка просто однотонная тут по моему все очень просто также многие меня спрашивают можно ли птиц купать друзья птиц купать нужно это очень полезно это очень важно для птицы также как амадин купать птиц на не то что там взяли как допустим котенка или щенка под кран нет на клетку вешаются специальные ванночки в которую наливается водичка глубина воды примерно сантиметр полтора сантиметра птиц с удовольствием в таких ванночках купаются воду можно делать отвар ромашки птицы с удовольствием будут купаться и гонять паразитов вот такие вот дела как часто купаться ну если вы живете в квартире и в зимнее время когда воздух сухой батареи топят перо у птицы конечно нуждается в уходе и я думаю что раз в день поставить эту ванночку там на час птица искупается и побежит дальше будет прям вообще хорошо но если нет такой возможности хотя бы на выходных там ставьте ванночку меняйте воду почаще если это будет летом происходить меняйте воду почаще чтобы она не пропадала дают по поводу холода птицы птицы выдерживают до минус десяти но если это похолодание будет у нас плавно не так что птица жила у одного хозяина в теплом доме вы ее принесли допустим в летнюю кухню там или во время где у вас не топится поставили там зима раз резко и наступила конечно птица заболеет и помрет поэтому птицу надо подготавливать к холоду правильно и птица зебровая мадинка выдерживает до минус 10 при хорошем питании обязательно чтобы было хорошее питание хорошее питание также можно в холодное время года включать различные каши это может быть пшенка это может быть рисовая каша гречневая это может быть хлеб белый свежий хлеб смоченный в чай потом немножко отжаты чтобы с него не текло и птица с удовольствием поедает допустим хлеб в молоке хлеб в чай хлеб в сладкой воде но воду подслащать медом учить птицу многие меня спрашивают как приручить птицу друзья зебровую мадину приручить можно но как вы понимаете это сложный процесс долгосрочный благодаря старанию усилию и кропотливости вы я думаю где-то за месяца два приручите мадину приручать в принципе есть такое правило вы насыпаете на руку себе корм потихонечку вводите в клетку птица смотрит какое-то время ну если птица бьется вы перестаете потом через какое-то время снова также насыпаете корм на руку вводите в клетку все делаете плавно медленно птица смотрит снова не будет брать ну так где-то пять шесть дней затем птица начнет уже реагировать более спокойно на вашу руку потом через несколько дней также прыгнет на ручку и будет клевать зерно при этом птицу немножко можно не докормить чтобы у нее чувство голода преобладала а там как понимаете голод не тетка сядет на руку будет клевать таким образом птица со временем станет ручная зебра м-1 не разговаривают вот значит ну и самый такой наболевший вопрос как лечить птицу от того же поноса самое распространенное заболевание это понос который может быть вызван некачественным кормом повышенным содержанием хлорки в воде какими-нибудь микробами которые могут попасть на немытой траве ну в принципе это как бы очень редко в основном это идет не свежий итак друзья понос вам один можно лечить отваром риса то есть вы варите рис и эту водичку что у вас получилось даете птичкам пить как правило очень хорошо помогает есть второй вариант это крепкий чай вы делаете крепкий чай завариваете только не в пакетиках которые вот показывают в рекламах пакетики вообще выкиньте избавьтесь пейте крупно листовой хороший чай заваривайте в чайнике как в старые добрые времена и вот этот чай эту заварочку давайте птицам пить тоже хорошо нормализует их не стул также можно еще использовать легкую розовую марганцовку слегка розовую марганцовку по эти примерно всем этим все эти пропоечки делаются примерно 3 5 7 дней там смотрите по ситуации кал нормализовался еще пару дней закрепили и я думаю достаточно если эти народные средства не помогают то можно прибегнуть к антибиотикам самый распространенный среди заводчиков антибиотик это тетрациклин это вот еще из поколения в поколение передают этот совет тетрациклина им все разводчики в принципе останавливают жидкий помет если уже вот эти пропойки народные не помогают также птица боится сквозняков очень боится я в принципе не знаю какая птица не боится сквозняков все боятся сквозняков старайтесь избегать сквозняков не ставьте клетки в тех местах где есть сквозняк и прямые солнечные лучи тоже нежелательно летом особенно летом они страшны птица может получить тепловой удар и улететь в тот в мир иной как говорится но в принципе все основные аспекты я вам рассказал у кого остались дополнительные вопросы повторяю пишите в комментариях буду рад всем ответить не забудьте подписаться на канал продолжение следует всем до скорой встречи всего хорошего